Спасибо большое за предоставленное мне слово. Прежде всего, в пользу случая, я хотел бы сообщить еще одной международной конференцией, приуроченной к юбилею войны 12-го года. Она состоится в середине сентября в университете города Брестолье, Деликобритании, и будет посвящена французскому языку России в эту эпоху. И исследованию более конкретных фермеров на изучение русского дворянского общества, влияние конфонии на национальное сознание русских и юбилей. И конференция называют очень просто, в конечном прошлом. Вы можете увидеть программу этой конференции в интернете. История французского землячества в России в начале 19 века интересна как пример создания образа внутреннего врага этого времени. Именно этому аспекту посвящен мой доклад. Царствование Александра Первого правительства не оставляется заботой иммигранта, думая о превышении условий переселения и интеграции иностранцев России. Но, с другой стороны, размеры иммиграции и ее цели реактивируются. Россию интересуют, прежде всего, квалифицированные переселения и сравнительно небольшого количества. В начале 19 века отношения франции и России овостряются и достигают своего параксизма после поражения России при австралийцах. Когда в начале 1806 года на русские суда во французских портах наложена эмбарго, а товары, которые они перевозят и пускаются на продажу, российские власти находят ответные меры. 28 января министр иностранных дел России официально обращается к французскому генеральному порцию в Петербурге. Он предупреждает, что средства защитив своих подданных имеются. Но в России достаточно вспомнить о множестве французов, проживающих в России, и о состояниях, которыми они владеют. Слухи о возможных репрессиях против русских французов, так называют, когда накаляют обстановку. И некоторые из них изымают свои вклады из русских банков. 30 августа 1806 года подписан указ, которым дается оценка развития отношений Франции и России. Указ этот называется по мунифесту о предстоящей войне с Францией. А 28 ноября того же года Сенат получает новый указ, который предусматривали с меры следующего порядка. Закрещение судам Франции и юзалитиков ходительства к российской борьбы, прекращение действий торгового договора с Францией, экстрадиция танцузских дипломатов и агентов, а также в обновлении всех входных Франции и юзалитиков. Однако из этого числа исключались все те, кто был запасом принести предзявку в том, что, я цитирую, они никакого сношения ни посредственного, ни непосредственного во Франции и областях вышеозначенных, с подданными этих областей иметь не будут в катаколе война с Прадовской. При этом все те, кто согласны были принять расистское фокусство, опять же, цитируя этот документ, имеют остаться спокойны, так лучше покорительством законов и прав к каждому званию и состоянию республики. Давление было здесь массивным, и именно к этому времени относятся массовые переходы в русское фокусство среди московских французцев, в частности, в русском. Для сейки, почему я не знаю. Конечно, политический контекст кофе сам по себе давал, казалось, веские основания для стройных жёстких решений. Но, как и даже упоминается, выживающие в России танцузские фронты, которые, находясь под защитой законов российской эфири, злоупотребляют гостеприимством, принявшим их в страну. И я вернусь немножко назад. В 1605 году московские купцы направили императору письмо в иностранца, имевших право торговать в Москве и в других городах при условии записи в иностранные гости. Как я говорила, это была такая категория. Иностранцев обвиняли в том, что они недостойны носительных лица, что они вредны или бесполезны для российского государства по причине той разорительной роскоши, как они писали, которая увеличилась благодаря их безморокенности из-за всех тех бесполезных, но дорогих товаров, которые они привозят в Россию. И московские купцы брали на себя обязательства на письмо всю московскую публику, когда делали ей товар. Длевования в обществе сводились к следующему. Запретить в Москве торговать иностранцам и гостям других городов, чтобы жители Москвы могли торговать в старой столице. Иностранные торговцы должны были продавать себе товар только в парках и только в облике. Человеки с возмущением упоминают улицы, наполненные иностранными магазинами и лавками. Это продавательный номер, конечно же, на Кузнецкий мост в Москве. Это центр французской торговли в этом городе. Купцы возмущаются с участием женщин иностранных в торговле, не называя напрямую ту, которая стала знаковой фигурой в московской торговле тех лет. А именно, Марин Розер Обер Шане, возданную в народе Обер Шене, миллионершу, владевшую известным водным магазином Москве. И почти все требования московскому куличеству были услышаны у вас. Вскоре вышел манифест 1 января 1807 года о новых выводах к куличеству. Вот, что касается иностранного куличества, их права, наоборот, этим манифестом полизались. И фактически их удуждали принять без такого вывода. В дальнейшем общее направление политики Александра Первого в отношении иностранцев в России не изменится. Это, вряд ли, оно, конечно, могло применяться в том историческом контексте. Незадолго до Отечественной войны, с того февраля 1810 года, все иностранные ремесленники у столицы влагаются с дополнительным налогом. Министра народного просвещения, как Зубовский, сделал на каждой войне доклад имераторов, с которым указывал, что вольянство по государству растет под влиянием людей, которые интересуют только доход, получаемые от их деятельности. Людей, презирающихся узкое, низкообразованных и безразов. Но тогда, как вы знаете, воспитанием итальянцев занимались практически исключительно иностранцы и в основном французами. Заметив, что почти все пансионные страны задержались иностранцами, министр подчеркнул, что те презирали русских, что из-за них русские теряли интерес в своей родине, и царем были одобрые предложения министра потребовать от содержания инфекционов обязательного знания русского языка и преподавания предметов. И важно отметить, что заявления Розуновского органично вписывались в традицию голофобии, которая существовала в России, по крайней мере, с начала царства и Екатерины Второй. Французские гувернеры были главным объектом политики, как в прессе. Можно напомнить, вся статья Олеговна и Екатерина Дашкова, так и литературных произведений, это, конечно же, недостаток гувернера французера и непрерывного директора. Французы, конечно, должны были чувствовать некую подозрительность в себе со стороны роскошных властей. Московского господинсмейстера Ивашкина, генерал-губернатора Москва, которая в это время охватила ваня борьбы со шпионами. В июле 1812 года вышел высочайший указ, приписывающий произвести разбор всех иностранцев империи для составления списка тех, кто внушал доверие. Я позволю себе процитировать немножко этот текст, потому что он весьма интересен. Из иностранцев каждой губернии оставить тех, кто только, в благонадежности коих начальник он и совершенно уверен, и приемлет для себя точную ответственность в том, что они ни внушениями личными, ни в жители, ни в другими такими отношениями не могут подавать повода к нарушению спокойствия или к совращению с Путией порядка российских уходов. И предлагалось высылать информацию об этих иностранцах властях. И тех, кто доверие имели, не ушел, тех нужно было выбрать из истерии либо сослать по внутренней губернии. Если... В том случае, если они вызвали какую-то информацию, которая могла упомянуть, что иностранцы таки. Так вот, например, исполняя этот указ, принц Георгий Альденбургский, главный директор путей сообщения, приказал выслать сначала от Нерослава, а потом в Шипонии с 4-х разрушивших инженеров Базена, Безреева, Патти и Фабра признаны согласно достигнуть областно-приводов договоров для основания института корпуса инженеров и денег сообщений. Ну и вскоре грамотность сообщений также последовала его принять. 27 июля произошло событие, известие, о котором быстро распространилась на старой станции. В тот день французский повар, состоявший на службе у графа включена по французски и бельгийски параметру, как иконечный храбанский директор, армон Томене, получил 25. В ударах в историю был выслан в Томбург, доказание за то, что сказал наш императ, имея в виду Наполеона, отчего зарублено и того. После войны московской французы все еще полмиллиарда десятых. Случаи эти были далеко не единственными. Также прийти были наказы или высылка в Нерчевск иностранцы Токерин и Шнейдер за «лужимое пророчество», как в этом написано в документе, что, например, он будет обедать в Москве 15 августа. За дерзкие слова были высланы возмутители, я цитирую, я просто привожу их фамилии Овернер, Эл, Дроголевский, Водхуа, Петине, Паули, Баринье, Файот, Газо. Как вы видите, даже если ориентироваться только на фамилии, похоже, что французы были в первых летах созданы. В конце августа 1812 года несколько десятков иностранцев были арестованы в Москве властями и приворождены к ожидавшему их кровати. Это хорошо известный северный пизод. Многие из арестованы были неизвестными в Москве. Очень положение этих лиц и было, по всей вероятности, главным критерием их отбора. Морис Алар содержал на майне один из книжных погасек от Москвы. Он был тесно связан с французским театром в Москве. Среди арестованных был и Луи Аран Домер, режиссер французского театра и его завеститель Гостарин Голос. Агюстен Семен в это время в прятке был еще широко известен в Москве, а после войны он прославился как один из лучших русских типов. Послевоенная письмограф Ростовичина добавляет, что их имену лавашки. к известной его нелюбви к французу. Он в частности объясняет в этом весне, что его француз в Семен человек хитрый и умный, принадлежит. так как и в книгоподавец Аллах всем сеть иллюминат. Он покушался много раз завести лужу и подаст его бумагом несколько лет назад оказался человеком. Весьма знаменитым. Кротив правительства нудилось, ее спонтовительство осталось без здания Среди французов посаженных на этот корабль были также и французские купцы, уже многолетнейшие в Москве, такие как «Бумсов» или «Де Манси». Когда арестованные мусорные посаженные на корабле в другой информации «Бумсов» им зачитали прокламацию, причем ее сами правы назначили. И в этой прокламации в частности говорили, и я снова процедирую ее, потому что текст очень яркий и интересный. Французы «Россия дала нам пристанище, а мы не переставали строить поздний против нее, с тем, чтобы избегнуть из смерти и убийства, и не запачкать страницы нашей истории подражания вашего отвратительного революционного бешенства, правительство считает себя вынужденным удалить вас. Вы покидаете Европу, вы отправляетесь в Азию, вы будете жить в среднем гостеприимном, верном своем для подорода, который слишком презирает вас, чтобы трогать вас. Постарайтесь стать там хорошими фондами, поскольку вам не удастся заразить его вашим трудом ныне. Сядьте с ним, соберитесь с ним и постарайтесь не превратить его в ходу у второго группы. И это очень интересно в нескольких отношениях. Во-первых, Ростовщина доказательно утверждает, что жившие в России французы строили поздний против России. В учебе политических отъеков и, может, этих заявлений, конечно же, делались с рожденным на публику. Во-вторых, Ростовщина упоминает отвратительное революционное бешенство французов, что было, возможно, тем более неуместно, что некоторые из рисунков из французов покинули Францию как раз в результате французской революции. Ростовщина упоминает также другие принципы французов и гостеприимства русских. Другими словами он выстраивает оба строка по двинадцатому принципу «Мы хорошие, а не плохие». Напомню, что критика французской нации развивалась в России с Екатеринского религиями, например, в письмах подвесена из Франции. И так, как показали Людмила Тимина и Александр Строя в своих статьях, эта критика частью опиралась на немецкий дискус, который также строился по двинарному принципу. Французы поверхностны, мы глубоки, французы лицемерны, мы прямодушны и так далее. Таким образом, мы видим, что образ врага в частности группы внутреннего врага, которые российские власти строят в 2012 году, отвечает, конечно же, политической и военной ситуацией, но также фиксируется в границе российских государств. И известие о пожаре Москвы, как вы знаете, в свою очередь будет использовано для создания вопроса врага, но это уже несколько другого количества. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Do you have any quick questions? Yes. Find a microphone, please. A microphone, please. Мне понравилось это, что я не хочу его, а тебе, как можно раньше, в его публикации, я воспален, но мне только одно пожелание, чтобы ломать в терянии. Росапчин был главнокомандующий в Москве, а не военный генерал-губернатор, и не московский генерал-губернатор, а главнокомандующий. Он этот щит получил пятым после Барклая-Толи, после Бакардиона, Торпаса, из чего? Они сначала получили этот звание, или этот щит, как они читают, и потом уже в мае месяце, а теперь, по-прочему, в данном июне месяце, Росапчин получает главнокомандующий в Москве. Это очень высокое значение. Не надо стереть, не пломать. Мы все-таки находимся на конференции, на очки. С нас, наверное, надо это начинать. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.